Иго, у меня проблема. Почему ты в халате? Я постирала всю одежду и повесила сушиться в ванной. Всю одежду? Да. Всю-всю? Да, всю. И под этим ты голая? Совершенно голая. Может быть, я и джентльмен, но 40 дней я не выдержу. Я знаю, как тебе в этом помочь. Серьезно? Да, закрой глазки. Ну, хватит тебе выдумывать. Закрой глазки и вытяни руки. Давай. Вот так. Только держи их вместе. Да, пожалуйста, Чучи. Все, ты Аристо, поздравляю тебя. С чем? Разве у тебя сегодня не день рождения? Это мой подарок. Сними их с меня, это не смешно. Жаль. А я хотела, чтобы ты меня обнимал. Как жалко. Хватит издеваться, пока я не разорвал наручники. Давай поиграем. Я знаю во что. Нет, в мою игру. Разреши. Так, где они? Сейчас вернусь. Постой, у нас карантин. Милли. Какой еще карантин? 40 подзатыльников, а не 40 дней. Сейчас вернусь. Подожди, я скоро. Перехитрила. Фильм Рауля Ли Коуны. Фернандо Мистераль. Вероника Виэйра. Лидия Лидия Ли Коуны. Лидия Ла Майсон. Виктория Анетта. Норберто Диас и другие. Фильм Рауля Ли Коуны. Фильм Рауля Ли Коуны. Фильм Рауля Ли Коуны. Субтитры сделал DimaTorzok Стелла Проклятые наручники Угадай название фильма Проверим, как ты знаешь кино Ну? И что за фильм? Ты сводишь меня с ума чучи Неправильно, проиграл Девять половины Жаль Если бы ты выиграл, получил бы меня в качестве приза Сними их с меня Нет Сними их с меня Сними, 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 сними Луиса, помоги мне, пожалуйста Что случилось? Ива все еще в спальне с этой пигалицей Я знаю У них карантин Да какой там карантин? Она сама все придумала Ты что, не понимаешь, что это за подням? Андреа, тебе лучше лечь спать Ты поставила наива, но проиграла Ты что, хочешь, чтобы твой сын женился на этой плебейке? Следи за словами, она моя дочь Она плебейка Андреа права, Федерико Пусть она твоя дочь, но она все равно плебейка И ей никогда не стать такой аристократкой, как я, например Илия Ну, это к слову У меня для тебя одна хорошая новость, а другая плохая Хорошая и плохая? С какой начать? С хорошей Нет, с плохой Чтобы поскорее с ней разделаться Ладно, плохая новость это то, что я не сниму с тебя наручники весь карантин Весь карантин, это же 40 дней 39 Все равно А теперь хорошее известие Карантин заканчивается завтра, потому что мы переезжаем Не забыл? Нет Мили А если я пообещаю хорошо себя вести, ты стимешь с меня наручники, поцелуешь, поужинаешь со мной? Нет Говорю тебе, Луиса, это за подня А вдруг они нас заразят? Они все придумали, чтобы остаться вдвоем Но их осматривал врач Они ему заплатили Дай врачу кучу денег, и он скажет все, что хочешь В любом случае, дорогая Андрая, я не могу ничего сделать Слишком часто я вмешивалась в дела своего сына Так что больше я не хочу Луиса, прошу тебя, ты должна мне помочь Не знаю, я сейчас так занята, а у меня и так голова забита этим переездом Какое платье ты мне посоветуешь? Я не знаю, что выбрать Луиса, ты при чем здесь платье? Мне нужна твоя помощь Да, ты права Я все должна обдумать Мы все должны хорошенько обдумать Луиса, Луиса Луиса Куда ты с этим подносом, Бернардо? Простите? Куда ты несешь этот поднос? В комнату больных Больные не пьют шампанского Это особое шампанское с ромашкой и валерьяновыми каплями Будут вопросы Хорошо, почти все готово Остальное доделаем завтра Прости, Сакура, я разбила твой китайский кувшин Вообще-то он никогда мне не нравился Ничего, идем спать Да Так, сначала тост Хорошо Ты понимаешь, что в пятницу ты станешь сеньорой? Не только я, ты тоже Ты тоже выходишь замуж А где бокалы? Здесь Неужели это правда? Я никак не могу в это поверить Ты даже не мечтала? Конечно, мечтала Я давно мечтала о Рамоне Иногда мне даже снились кошмары Но я не верила, что это станет правдой Меня никогда не везло в любви Пока не встретила Рамона за твоего садовника Да, разве это не везение? Ну все, идем лучше спать Конечно, пойдем Постой, я еще не убрала тыкву Завтра уберешь, Сокор Пойдем Получается? Ну, нет Ничего не поделаешь, придется снять наручники Снимай быстрее Нет, потом ты не дашь мне их надеть И не надо, чучи Я же джентльмен Я буду вести себя хорошо Попробуй поверить Пока не умерла с голода Плохой из меня полицейский Свобода Блондин Что? Жаль, мы не можем остаться здесь весь карантин Почему мы не можем остаться чуть-чуть? Я же сказала, завтра мы переезжаем Совсем забыл Молодец Забудь про переезд За что пьем? За наше выздоровление За наше выздоровление И еще За то, чтобы мы всегда были вместе Пусть даже все время будем ссориться Блондин Знаешь, от шампусика у меня кружится голова Да, чучи Я могу потерять голову Да, чучи Садись в постели, твое место на полу Постой, постой Ты разрешил мне сидеть с этого края Мили Что? Ты задохнешься Неважно Чучи Что? Ты задохнешься Придется тебе делать искусственное дыхание Помогите Помогите Тану Не видел спасательного круга? Субтитры сделал DimaTorzok Ты хотел со мной поговорить? Ты знаешь, моя свадьба Хватит болтать Лучше помогите нам Ну? А грузчики зачем? Грузчики таскают тяжелые ящики А все остальное мы сами Через две минуты она будет свободна Ты что, теперь на ее стороне? Нет Просто мне нужно с ней поговорить Даю тебе две минуты И цветы ей подарил Слушай, Рамон О чем здесь говорить? Если моя мать такая дура, то ничего не поделаешь Никакая она не дура Столько лет жила ради своей дочери Но она женщина, заслуживает счастья Это ты-то счастье? Ей виднее Она меня любит, я тоже Будьте счастливы и не болейте Как здесь все не модно Дикарво разорились Сакура, какая остромодная кухня Когда у нас наконец кончится ремонт? Здесь ничего нет Да, хорошо, хоть посуды хватает Да Девочки, помогите мне разложить все по местам Пожалуйста Вот тыква Тыква Не моя, даже тыкву подменили Послушай, Миле Мы все знали, что про карантин вы придумали А я не знала Мне никто ничего не сказал Потому что ты сплетница А я не сплетница Хватит ссориться Это блондин придумал Да, чтобы уложить тебя Вот это здорово Какой он молодец Что? Прости, Миле Это какой-то ужас Все равно у него ничего не получилось О, жаль А как ты узнала, что это он все придумал? Ее предупредила лучшая подруга Я ничего не говорила К твоему сведению, я ее лучшая подруга Нет, не ты Это я ее лучшая подруга Нет, я Нет, я Нет, я ее лучшая подруга Нет, я Нет, я Я Я Миле Кто твоя лучшая подруга? Одна и кошка Хватит разговоров принимать их за работу К полудню на кухне должен быть полный порядок Не волнуйся, Бернардо Милагрос? Мне нужно с тобой поговорить Жду тебя в библиотеке Не ходи, Миле Почему это? Она же моя лучшая подруга Иду, иду, подруга Вам не тяжело, Донбеки? Немного Ну, что ты хотела мне сказать? Не надейся, мерзавка Со мной у тебя ничего не выйдет Я знаю, что про карантин ты все придумала Придумала? Да, придумала И не прикидывайся Да, я святая невинность У меня еще молоко на губах не обсохло Предупреждаю, со мной лучше не шутить Думаешь, это была западня? Значит, ты признаешься Ну, придумала все не я, а блондин Я тебе не верю А зря, дорогая, блондина приспичила запереться со мной в спальне Он сказал, что ты ему надоела Сказал, что ты морозильник Кстати, не можешь одолжить мне немного льда Если ты, конечно, морозильник Кстати, как-нибудь на днях я сделаю из тебя котлету Ты сама это придумала? А вот и нет Знала бы ты, что он еще про тебя сказал Что? Лучше помолчу Ну ладно, раз ты настаиваешь Когда он видит тебя голый, то... Нет, язык не поворачивается Привет Единственная морозильник здесь, знаешь, кто? Ты Она меня заморозила Даже кондиционер не могли поставить Поверила тебе драная кошка? Поверила, как миленькая Как дела, дон Пепе? Хорошо В чем дело? Миле нужно обсудить вечеринку Тише, как бы Глория не услышала Это сюрприз Спорим, вы обсуждаете вечеринку, а я все знаю Нет Прощай, сюрприз А вот про дополнительные сюрпризы ты не знаешь Правда? Скройся, бонсай Бонсай Так меня называет блондин У него научилась, да? Мы же были на карантине Как я здесь запарилась Только ты можешь его заставить Почему же тогда он отказался вернуться? Молчи и делай, что я говорил Его, дорогой мой Мама, если хочешь поговорить о чертежах, то мой ответ нет Я сделала все, что могла Пойду лучше проверю, все ли в порядке на кухне Хорошо, мама Сколько? Что сколько? У каждого своя цена, сколько ты стоишь Непристойное предложение? Да Ну ладно, скажем миллион Что? Чтобы меня купить, нужен миллион долларов Ты что, спятил? Десяти долларовыми купюрами Где я достану миллион такой мелочью? Это же три чемодана Четыре чемодана Я уже все подсчитал К завтрашнему дню Они должны быть готовы Пока, Федрико Я убью, Репетти Сейчас я убью Боже, что со мной Что это? Я убью Ой, я... И так, Рубен? Не стоит волноваться, у него подскочило давление Я рад слышать Ничего серьезного Но вам нужно соблюдать осторожность Ну, конечно Принимайте по утрам таблетки Которые я прописал Это поможет стабилизировать кровяное давление Не удивляйтесь Что чаще будете ходить в туалет Это связано с таблетками Это все, доктор? Не лучше ли ему полежать? Нет, не надо Хотя лучше бы ему несколько дней побыть дома Хорошо, это правильное решение Да Ничего правильного Не могу же я забросить все дела Можешь руководить фирмой из домашнего кабинета Что ты сказала? А я уже все продумала Здесь тебе будет удобно Это правильно В наши дни с помощью интернета Можно прекрасно руководить делами из дома Федерико К тому же у тебя под рукой будет и сад, и бассейн Неужели это тебе не нравилось? Ладно, будь по-твоему Пусть Андреа все устроит Буду работать дома Такое впечатление, что мы обанкротились А вот вы перевезли все свои вещи до последней мелочи Конечно Чтобы чувствовать себя дома, я должна видеть вокруг знакомые вещи Конечно В моем возрасте трудно избавиться от привычек Рада, что вам это удалось Я тоже Ну, так у тебя дела с Ивом Не знаю С карантином мне очень понравилось Это вы все придумали? Ничего подобного Это Ива все придумал? Вот как? Странно Не могу только одного понять Если он вам не родной внук То почему вы оба такие хитрые? По крайней мере, ты улыбаешься Лучше смеяться, чем плакать Не знаю, бабушка, что мне делать Сколько не думаю, а придумать ничего не могу Что ты не можешь придумать? Боюсь начать все сначала Чтобы не разбить себе лоб о стенку Вечно он все запутывает А потом я страдаю Проблема в том, что ты слишком много думаешь Что? Я? В любви не нужно думать миле Нужно чувствовать А начнешь придумывать объяснение Так совсем запутаешься Значит, теперь Федерико будет работать дома? Да, некоторое время А почему? Что случилось? У него подскочило давление И врач порекомендовал ему отдых Правильно, я уже говорил ему Что нужно себя поберечь Не знаешь, зачем он меня вызвал? Мы только вчера с ним встречались Возможно, он привязался к вам, Репетти Скажи, Андреа, не пора ли нам перейти на ты? Мы же с тобой почти ровесники Не понимаю, как можно быть таким идиотом? Или вы специально смешите людей? Ты? Дорогой брат Не вызывай меня братом, вызывай врача Тебе плохо? Не мне, Репетти, когда я до него доберусь Постой, что ты делаешь? Зачем ты? Это вам Что это? Мне? Приглашение на свадьбу Ну, не совсем приглашение Потому что приглашены только друзья А просто напоминание И неужели ты думаешь, я пойду на твою свадьбу? Нет, конечно Просто подумала, что вы могли бы мне что-нибудь подарить Если, конечно, не жалко Когда мы познакомились, все было совсем не так Первый поцелуй Никогда не забуду, как мы в первый раз поцеловались Это было так прекрасно Так чудесно Я думала, что не переживу такого счастья Тогда я еще не знала, что любовь принесет мне столько страданий Первый Что первый? Кажется, магия первого поцелуя никогда не кончится Думаете, можно влюбиться, зная, что все полетит к чертям? Я бы так не смогла Нет Вначале никто не думает, что все полетит Но туда, куда ты сказала Ну, а после ударов судьбы Выясняется, что отношения между мужчиной и женщиной Может прийти конец Конечно В каком смысле? Мы уже раз сто поссорились с его Ваши отношения не закончились Ты любишь его Не станешь же ты этого отрицать Что-то здесь не то Нельзя быть таким придирчивым, Федерико Вот почему ты трудно сходишься с людьми Да хватит мало чушь Странно Десятидолларовые купюры Что здесь странного? Это гарантия, что купюры не помечены Мелочь, труднее переписать Все равно Что-то здесь не то Я уже слышал, Федерико Давай подумаем, что нам теперь делать Нужно придумать стратегию Какую? Можешь на меня положиться Не представляешь, сколько дел я провернул с ребятами Что нам делать? Прежде всего, ни одного лишнего слова Язык за зубами Ты-то мне и нужен, старик Я не старик, чуть ли я подросток Только старик мог придумать про карантин Ну ладно Зачем я тебе нужен? Нет, не говори Ты поняла, что я твоя судьба Что ты не можешь жить без меня И согласна выйти за меня замуж Правильно? Пусть, падра Мануэль, обвенчай три пары Ну как? От скромности ты не умрешь Стой, Милли, дай мне еще один шанс Разве карантин не доказал тебе серьезность моих намерений? Что значит серьезность намерений? Я даже не пытался к тебе притронуться Потому что не мог Мог Не мог Я не выпустила руль из своих рук Нет И с самого начала знала, что это подвох Ты не могла знать А как же наручники? Да, конечно Я приготовила их на всякий случай Нет, ты не знала Знала, блондин Хватит называть меня блондином Блондин, блондин, блондин Ты ему уже сказала? Еще не успела Что она должна мне сказать? Сегодня у нас праздник в дискотеке Ты меня приглашаешь? Нет, просто подумала, вдруг ты захочешь что-нибудь спеть Конечно приглашаю Раз ты меня приглашаешь, значит я обязательно пойду Не могу же я пренебречь твоим приглашением Просто мне стало неудобно Если надумаешь, знаешь, где нас найти А если не пойдешь, никто от тебя скучать не будет Лина? Да Лина? Да, хозяин? Скажи мне правду Нравлюсь я твоей подруге или нет? Я бы сказала, что вы ее уже достали Федерико, ты так ничего и не сделал с шофером Твоя мать купила ему билет до Парижа Да, я знаю Конечно, знаешь, но ничего не сделал Ты права, сейчас я с ней поговорю Немедленно Подожди меня, я только поговорю со своей матерью и вернусь И ты меня подожди, я поговорю с матерью и вернусь Конечно Иго, дорогой, надеюсь, ты все хорошенько обдумал, да? Да, мама Я очень рада Но остаюсь при своем мнении Думаю, Федерико это не обрадует Пожалуй, лучше я перезвоню доктору Никуда он не поедет Поедет Я его не отпускал Ты не можешь решать за других Могу, если это мои служащие Ты уволен За что? Плачу тебе вдвойне На сверхурочные я не согласен Не смеши меня Это ты не смеши Ты послал свою дочь в Европу, чтобы разлучить их Ошибаешься, она сама захотела уехать Заработала стипендию Рокки, у тебя есть билет? Есть Послушайся моего совета Лети в Париж, возвращайся с Вики Рокки, имей в виду Если ты выйдешь в эту дверь и улетишь в Париж То Вики может не возвращаться Ищите сами, где вы будете жить Не бойся Я вам помогу Сеньора взяла верх Чай еще не готов? Нет, Бернардо, я совсем одна Ни Сокора, ни Глория мне не помогают Это логично, они готовятся к свадьбе Ну, я знаю, конечно Что еще? От одного слова свадьба я уже рыдаю А тут сразу две свадьбы Хватит плакать, а то чай будет соленый Торопись, отнеси один чай сеньоре Ангелике Другой сеньоре Луисе Я не выдержу, одна, без Глории Сокора Скажи спасибо Тебя не заставляют замещать Чемука и Рамона У них тоже свадьба Что ты делаешь? Собираешься на свадьбу с таким лицом? Да Прости его Вижу, план тебе понравился Где чемоданы? Вы свободны Можете идти Надеюсь, пересчитывать не надо У вас что, язык отнесся? Ну, хорошо Приступим Хочу вас кое с кем познакомить Проходите, пожалуйста Позвольте вам представить архитектора Эснаола Вы не знакомы? Вы украли его проект И хотите, чтобы я его переделал Эснаола? Не понимаю, что ты имеешь в виду Я тоже Значит, уезжаешь Да, Рамон Очень рад за тебя Спасибо, Рамон Прости, что я не могу остаться на твою свадьбу Ничего Ты только не забудь про свадебный подарок А так ничего Прости все, что угодно Будь счастлив, птенчик Счастлив Он нам все испортил Из-за твоей дурацкой порядочности я потерял кучу денег Не волнуйся, Федерик У тебя еще будет реванш Будет, но когда? С этого момента у меня лишь одна цель Убить его? Нет, идиот Разорить его Больше Ива не возьмет ни одна фирма Что решил Рокки? Он за дверью пригласить его Странно, что он еще не вошел Сейчас исправим Когда меня не станет, вы будете обо мне скучать Сильно скучать, проходи Сеньор Ангелика Рокки, ты и правильно поступил Спасибо Могу я вас обнять? Я обижусь, если ты этого не сделаешь Рокки, как я за вас счастлива Я тоже Я благодарен вам Я благодарен вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я ошибся ДимаTorzok ДимаTorzok Socorro и Рамон ДимаTorzok 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 Горика, Горика! Горика, Горика! Горика, Горика, Горика! Горика, Горика! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok